Бабушки и дедушки запускают свой телевизионный проект. Какие возможности дарит московское долголетие? Сумасшедшая премьера. Табулы расы представляют новый эксперимент. Всем привет! С вами Маховая 9. В студии Дарья Ливонтьева и Максим Титов. Снова в школу. На журфаке открылся факультативный курс школы медиакоммуникаторов. Будут лекции по медиакоммуникации и СММ. Будет и практика. Отчетным заданием станет организация мероприятия для СМИ от факультета журналистики или других факультетов МГУ. И мы думаем, что вы вместе с нами станете своего рода создателями. Первое занятие курса открыла декан факультета журналистики Елена Леонидовна Вартанова. Мы бы хотели, чтобы навыки, которые курс сформирует, были, с одной стороны, классическими навыками журналиста по созданию быстрого, оперативного, грамотного, верного, точного текста. С другой стороны, мы бы очень хотели, чтобы у этого журналиста уже появились некие новые технологические навыки. И он бы умел снимать, записывать звук, верстать, монтировать, обрабатывать фотографию. Наконец, мы бы хотели, чтобы у медиакоммуникатора появились навыки специалиста по связям с общественностью. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в пресс-службе различных факультетов МГУ и партнерских организаций. Занятия будут проходить по четвергам. Пока мы готовили этот выпуск к эфиру, на журфаке начался эпизод настоящего сумасшествия. Всему виной Гофман и студенческий театр Табуа Раса. Руку на пульсе держит наша Анастасия Слободенюк. Настя? Ребята, до спектакля считанные минуты. Мы находимся в 308-й аудитории. Сзади меня импровизированная сцена. Актеры репетируют. Декорации уже расставлены. Например, ограждение. Да, это тоже часть сценического пространства, потому что оригинальность – это про Табуа Раса. Сейчас же спросим у режиссера спектакля Дмитрия Борченкова, что еще сегодня ждет зрителей. Дима, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что ждет зрителей сегодня? Какие сюрпризы? Ну, я же не могу так в открытую все сюрпризы-то выдать. Ну, по крайней мере, ждет эмоциональное потрясение точно, а уже дальше зависит от каждого. Кто-то возьмет сюжет, кто-то возьмет форму, кто-то возьмет для себя какие-то, опять же, повторюсь, эмоции. Ограждение – это тоже специальная сценическая вещь? Зачем она нужна? Ограждение – это некий барьер между зрителем и актером. Они, то есть зрители, будут сами выбирать, им нужно выбирать эти ограждения или нет, в особой форме. Мы будем над ними, конечно, производить тоже некий эксперимент, посмотрим, как это выйдет. Но, во всяком случае, это элемент сценического пространства, и так мы подчеркиваем тот некий, некие рамки, в которых находится писатель, творящий свое произведение. Дима, волнуешься перед спектаклем? Ну, я, наверное, слукавлю, если скажу, что не волнуюсь, я робот, но, конечно же, есть какое-то волнение. Во-первых, мы боимся быть непонятыми, потому что это очень сложное с точки зрения внутреннего посыла действо. Плюс мы боимся, что там что-то пойдет не так, потому что очень много технических связанных моментов, такого у меня не было в веревке, например. Но все должно сработать так, как надо, я думаю. Ну, как говорится, с помощью высших сил. Спасибо, Дима, и удачи тебе сегодня. Спасибо вам. Зрители будут проходить только через одну дверь. Так давайте посмотрим, что же творится за ней сейчас. Не только 308-а аудитория, но и пространство третьего этажа перекрыто, поскольку сегодня это тоже сцена, и это еще одна из задумок режиссера. Зрители будут перепускать исключительно через заднюю дверь по 20 человек. Давайте спросим, чего ожидают зрители от эксперимента под названием «Эпизод». Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, что ты ждешь от спектакля? Я думаю, что будет что-то очень необычное и удивительное. Хочется увидеть этот молодой взгляд. Кофман, мне кажется, очень круто и интересно, как ребята поставят это, как это сыграют. Поэтому очень интересно на это посмотреть. Я жду какой-то интересной истории в необычной постановке. На часах уже 18.55. Ребята, мне пора в зрительный зал. Спасибо, Настя. В это воскресенье обязательно приходите в Шуваловский корпус. Там сборная журфака по футболу встретится со сборной экономического факультета в групповом этапе чемпионата МГУ. Соперник у журналистов на этот раз непростой. Команда очень мастеровитая. Может быть, где-то им не хватает организации в плане тактической схемы. И тут уже мы должны включиться, поработать головой, поработать в плане организации тактики и взять их своей организованностью, своей реализацией. На прошлой неделе команда журфака открыла сезон победой. Матч с командой СА закончился со счетом 3-2. В этом году в команде много новых игроков. Все настроены на выход в финал чемпионата. Он состоится в апреле. Далее в эфире. Время новых возможностей. Каким будет телевизионный проект московского долголетия? МГУ засыпает, просыпается мафия. Я не мафия. Как проходят игры на психфаке? В Москве запускается новый телеканал. Его ведущие участники программы «Московское долголетие». Здесь их обещают научить многому. Поставили перед собой такую цель. Научить тех людей, которые пришли к нам и вместе с нами занимаются в курсе «Сохраним голос молодым» в качестве тела или радиоведущих. Первое занятие с Юлисуфлером прошло на этой неделе в Центре социальной защиты Центрального административного округа. Ученики осваивают технику речи, риторику, артикуляцию и дыхательную гимнастику. Я не ожидала, что мне придется читать Чехова. И, конечно, я немножко смутилась. Но мне очень интересно. Запустить новый канал обещают уже этой весной. А вы знали, что в МГУ объявилась мафия? Студенты психологического факультета теперь активно пытаются ее поймать. Уже год на психфаке МГУ регулярно проводятся открытые турниры по игре в мафию. Все началось с того, что сами ребята оставались поиграть после тяжелых пар. Потом заметили, что поиск мафии – процесс не только увлекательный, но и полезный. Проводить игры стали чаще. В таком процессе, когда ты получаешь какую-то обратную связь, ты делаешь свое предположение, в конце игры ты узнаешь, где ты был прав, где ты был неправ. С помощью этого можно как-то развиваться как личностно, получать обратную связь о том, как ты выглядишь для других людей, еще и узнавать, насколько твои предположения других людей оказываются или не оказываются верными, может быть. Игры проходят раз в три недели. Тут есть победители и проигравшие. Жюри и сами игроки следят за процессом и выделяют лучших участников на протяжении сезона. Мне нравится ощущать себя таким сыщиком, который выискивает плохих шеи, или же наоборот быть самым плохим мальчиком, быть мафией и стараться перехитрить всех. Оценивается дар убеждения, хитрость и изворотливость. Правда, ребята идут играть, скорее всего, не за этим, а просто, чтобы пообщаться и завести новые интересные знакомства. Кстати, присоединиться можно не только студентам психфака. Ищите информацию об играх в группе «Психомафия» ВКонтакте. Готовьте бальный костюм и маскарадную маску. 17 марта в главном здании МГУ пройдет традиционный весенний бал. В программе четыре танцевальных отделения, а также конкурс «Короля и королевы». Сюжет о весеннем танцевальном событии покажем уже на следующей неделе. Телеканал «Пятница» объявляет новый набор в студию «Пятницы». Там вас научат анализировать медиарынки, исследовать интересы аудитории и детально разрабатывать проекты. Отборочный тур проходит до 31 марта. Первое задание – написать творческое эссе на заданную каналом тему. Тех, кто пройдет это испытание, пригласят на собеседование с генеральным директором канала Николаем Борисовичем Картозией. Максим, помнишь, мы анонсировали фестиваль «Танца Грань»? Так вот, на этой неделе состоялся финал. «Маховая-9» побывала на финальном шоу «Лучшие моменты фестиваля» в завершении нашего выпуска. С вами были Дарья Леонтьева и Максим Титов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Лучшие моменты фестиваля» Субтитры создавал DimaTorzok